Максим Сырников Приготовлю сегодня два блюда с рисом Блюда постные, очень такие разные Но думаю, что получится вкусно и то, и другое Уж точно сытно, потому что рис сам по себе, конечно, такой ингредиент сытный, как говорится, питательный Но и все зависит от соуса, от подливы, от подачи Вот давайте попробую сделать два таких блюда Но сначала отварю рис Почему-то я очень часто сталкиваюсь, к сожалению, даже среди профессиональных поваров С неумением приготовить рис правильно Вот чтобы он был рассыпчатый, чтобы он был с полноценным вкусом Зачастую у нас как рис отваривают? В огромном количестве воды варят, потом куда-нибудь откидывают на какой-нибудь дуршлаг или на сито Или просто воду сливают И вместе с водой выливают, собственно говоря, вкус самого риса Вот надо рис варить таким образом, дорогие друзья Чтобы у нас весь вкус сохранялся в нем Чтобы у нас полностью вода вся уходила в зерно А не выливалась куда-то в раковину или еще куда-то Вот каким образом? Все, на самом деле, очень просто делается абсолютно Никаких тут сложностей нет Все делается очень быстро, недолго и без каких-то замысловатых затей У меня предварительно замочен рис Промыт, очень хорошо промыт в холодной воде Сначала такая вода чуть-чуть потеплее Потом 3-4 воды, как говорится, в 3-4 водах промывается Рис до такого практически прозрачной воды Можно не замачивать долго Вот у меня этот рис, он за минут 10, наверное, в воде стоит Этого вполне достаточно Ну, по крайней мере, для тех целей, которые я сегодня Предполагаю, использовать рис для тех блюд Которые не нуждаются в каком-то длительном замачивании его Я откидываю на сито Пускай вода стечет И дальше мне нужно отмерить Ну, хотя бы приблизительно Хотя лучше, конечно, это сделать Поточнее Отмерить объем вот этого промытого риса Ну, давайте вот Не буду уж там какие-то мерные стаканы использовать А вот так, на глаз сделаю И наливаю воды Полтора объема от объема риса То есть, ну, условно говоря, на стакан риса Полтора стакана воды Ну, глазомер у меня вроде неплохой Поэтому примерно, думаю, попаду Если уж не совсем точно, то близко к тому Один объем И половину примерно того, что было Можно сразу подсолить Не страшно Для риса это вот такое Подсаливание предварительное Абсолютно не страшно Теперь я так аккуратненько довожу Не закрывая крышки Ни в коем случае Довожу до кипения После того, как закипит Сразу Вот хорошо такая плита Она позволяет это сделать Как только закипит Я убавляю нагрев до минимума И закрываю крышкой И выдерживаю под крышкой На минимальном вот таком нагреве 10 минут После чего нагрев убираю И еще 15 минут не открываю крышку Вот тут самое главное Не открывать крышку То есть вот после того, как закипело Еще раз Ставим минимум Огонь на минимум Закрываем крышкой 10 минут На нагреве 15 минут Без нагрева Все 25 минут Крышка не открывается И посмотрим, что у нас получится Вот, дорогие друзья Пока готовится рис Я приготовлю на скорую руку Вот такую Овощную заправку для него Или подливу Как угодно назовите У меня вот разогрета Такая чугунная посудина На плите Я добавляю масло Добавляю масло растительное Оно сразу начинает нагреваться Поскольку Кастрюля тоже уже Довольно давно стоит И нагрелась И я сейчас добавлю Прямо в это масло Пшеничную муку Просеянную пшеничную муку Чтобы без комочков была Без всего Пропорции Один к одному Это то Что Во французской Кулинарной традиции Называется Ру Мне нужно Обжарить Муку Чтобы она Стала Такой Коричневой Запахом Орехово-хлебным Пока вот мука Обжаривается Подготовлю овощи Репчатый лук Корень серделея Немножко я добавлю острого перчика Зеленого Он не сильно острый Но тем не менее Это как говорится На любителя Не любите острого Не надо И стручковый перец Вот такой Сладкий А еще добавлю Лук-порей Вот эту его Белую часть Мясистую Нарежу Такими тонкими Шайбочками Мука Мука Кстати Обжарилась Уже Поэтому Засыпаю Все овощи И сейчас Мне нужно будет Обжарить Вместе с мукой Не добавляя Более масла Обжарить овощи Кстати Рис У меня уже готов Напомню Как я его готовил Промыл Полтора объема Воды Холодной Довожу до кипения На такой Высокой температуре Потом Как только доходит до кипения Температуру Понижаю До минимума Закрываю крышкой 10 минут При нагреве плиты Под крышкой Потом не снимаю Ни в коем случае Крышку Еще 15 минут Под крышкой На плите Но уже без нагрева Получается вот что Получается рис Без излишка воды Который Варит Сварен Вот таким образом Что у нас Рисненька к рисненьке Как говорят В то же время Рис полностью разварился Он не жесткий И можно Его там С любой подливой Подать Или в каком-то другом Блюде Вот у нас второе Блюдо сегодня Будет тоже с рисом Но сладкое при этом И такой рис Тоже идеально Для него подходит Мука Вот всю вот эту самую Массу Будет загущивать Уже обжаренная мука С превосходным Вот этим вкусом Таким хлебным Я добавлю Туда еще Несколько Ломтиков Спелого помидора Можно кстати Не обязательно Добавляя свежий помидор Можно просто Томатный сок Скажем Ну если уж нет У вас томатового сока Можно конечно И ложку Хорошей томатной пасты Можно добавить Помидоры Сосному соку Из банки Хорошего качества Без уксуса И чеснок Получилась очень красивая Такая вот Разноцветная Подлива И когда придет Дорогой гость Сегодня Я Выложу на тарелку Рис И сверху Заправлю Вот этой самой Подливкой Овощной И ему Подам Надеюсь ему понравится Рис с овощной подливой Промыть рис Откинуть на сито Затем залить рис Водой В пропорции Один к полутора Довести до кипения Накрыть крышкой И варить на минимальной температуре Десять минут Выключить огонь И настаивать Еще пятнадцать минут Для подливы Налить масло В кастрюлю Положить в него Просеянную муку В пропорции Один к одному Нарезать репчатый лук Сельдерей Острый перец Сладкий стручковый перец И белую часть лука поре Тонкими шайбами Добавить овощи к муке Перемешать Посолить И обжарить Добавить нарезанный помидор Зелень Чеснок Немного воды И перемешать Я сейчас приготовлю Яблоки Запеченные в духовке Паршированные Рисом Орехами Изюмом И медом Постное блюдо Сладкое Сытное Вкусное Наверняка полезное У яблока Серединку Вырежем Ну, яблоко лучше взять Как всегда Такого кисло-сладкого сорта Естественно Лучше подойдет Русская антоновка Ну, уж за неимением Антоновки Весной Берем Какой придется Надо Полость-то вырезать Но так, чтобы оно При запекании Все-таки Не разорвало Яблоко Чтобы все-таки Какая-то мякость Боков осталась Ну, вот Сердцевинку Можно оставить Там на компот Сварить Или В чай добавить Ну, и Приготовлю Начинку Для яблок Из того же Самого риса Который Приготовил Для предыдущего Блюда Добавлю В рис Изюм Промытый Добавлю Орехи В данном случае Это фундук Можно грецкие орехи Можно Любые другие Миндали Или что-то еще Я потру их На терке Можно просто порубить Да хоть целиком Добавить Но мне вот Хочется сейчас Натереть И добавлю Немножко меда Ну, если кому-то Мед Не по душе Можно добавить Сахар Сахарную пудру Или вообще Не добавлять Ничего более сладкого Я ищу корицы Чуть-чуть Чапоточку корицы Молотой Теперь яблоки Начиняю Вот этим самым Рисом Сладким И отправляю в духовку Температура 180 градусов Надо смотреть Чтобы не разорвало Что называется Яблоки Чтобы они сохранили Свою целостность Но в то же время Пропеклись Поэтому тут Температура Высокого нагрева Не надо И излишне Долго При невысокой температуре Тоже запекать не следует Потому что Ну, будет Не тот Эффект Который нам нужно Произойдет Отправляю В духовку До готовности И жду Олега Робинова Он сладкое любит Мы с ним сегодня Почаем еще Таким вот Великопостным Ужином Жду с нетерпением Олега Яблоки с рисом Вырезать серединку У яблок Добавить в изварной рис Изюм Мед Корицу Потереть на терке Фундук Начинить яблоки Сладким рисом Отправить в разогретую До 180 градусов Духовку На 15 минут До готовности Олег, привет! Здравствуй, Максим! Ну, ты знаешь, как рис Назывался еще 200 лет назад В России? Очень интересно, как? Сарацинское пшено Вот в книге Василия Васильевича Ровшина Это 1816 год Русская поварня Там рис Называется именно так Сарацинское пшено А до этого Назывался брашно Да, брашно Я знаю Брашно Вот, вот я предлагаю тебе попробовать Мне кажется, это интересно Тем более, это абсолютно постно Я, конечно, никакой курицы здесь нет Никаких морепродуктов здесь нет А просто Рис И овощ Плюс мука Вот такая Подогрета На растительном Очень интересно Интересно Попробуй, пожалуйста Да Ну, а теперь стоит попробовать Да С превеликим удовольствием Ну, это попробуй сначала Уж не понравится Сейчас посмотрим Блюдо сытное Такое вот Мне очень нравится Вот это вот Как назвать Подлива Ну, подлива Не совсем Да, потому что Заправка Заправка По вкусу Напоминает немножко Лечо Ну, вот такое Какое-то вот Да Ну, не совсем Ну, да Я вообще считаю Такое блюдо Абсолютно Интернациональное Конечно Сказать, что это Блюдо русского Русская кухня Быть немножко смешно Потому что Здесь такое Нагромождение Всего разом Слушай, ну, тем не менее Прям для поста Идеальное блюдо Конечно Конечно Оно очень сытное Дурок А тому же рис У тебя получился Такой Нежный Диетический Вот Без посторонних Каких-то привкусов Прям вот такой Идеальный рис Ну, вот я сегодня В твоем отсутствии Когда готовился Это Я рассказывал Уважаемым зрителям По поводу того Как, на мой взгляд Надо рис отваривать Для того, чтобы Не потерял во вкусе Для того, чтобы Был там Нужной консистенции И так далее Насколько вообще Рис Вот Ты, наверное Больше меня Все-таки Путешествуешь По монастырям Я везде вижу рис Да, конечно Везде вижу рис Насколько вообще Для монастырской кухни Современной Это характерно По твоему мнению На мой взгляд Это уже такое Абсолютно Вошло в традицию Конечно Ну, вообще Все круг Ну, вся наша Вот постная пища Которую мы Едим Великий пост Да и в другие Она вся, конечно Это вот Круглогодичная Пища монастырей Такая Настоящая Монастырская еда Вообще любая крупа Которая в ходу Вот особенно Знаешь В 90-е годы Когда монастыри Только открывались Возрождались И там Были монастыри Где три монаха Или меньше Да-да-да Я помню Я бывал в таких монастырях Где Один, два, три Насельника И кухня в таких монастырях Всегда была очень скромная Но Насколько искусно И насколько вкусно Подавался тот же Простой рис Вот действительно Вот И вот это блюдо Мне как раз Такой Монастырский вкус Простого блюда Такого Доступного блюда Ну вот Голодные, наверное Такие времена Как были 90-е годы В нашей стране Действительно Вот Такой Вкус очень приятный Навевающий Самые тёплые воспоминания Давай мы с тобой Отведаем десерт Обязательно Да Ну это вот Ещё раз Рис Немножко в другом виде Это яблоко Фаршированное Ну Мне больше нравится Слово Чинёное Всё-таки Такое Русское традиция Да Тоже Тоже самый рис Плюс сухофрукт Плюс мёд Запечённое яблоко Такое кисло-сладкое Как яблоко Яблоко отлично Приготовилось Настоялось Вот это Медуз Сухофрукт Правда Да Вот именно Что настоялось Но не разварилось Не размякло Ну так и было задумано Смотри Это очень простой И в приготовлении И Ну вообще Такое Незамусловое Абсолютно Ну десерт Слово десерт Да не совсем десерт Перекус Он кстати Не больно Сладкий Там мёд Там сахара Сахара нет Как такового Тут мёд Только немножко И то его там Немножко совсем И сухофрукт Плюс Очень здорово Сытно Но яблоко Такую свежесть Придает Конечно И кислинку Конечно Ну как бы была По другой Бантоновка Это было бы Ещё интереснее Да Ну тут Чем богато Я надо сказать Очень люблю яблоки В любом виде Я очень люблю Всё яблочное Да Ты знаешь Когда в самолёте Лечу Когда прилагают Весь этот самый Там ряд напитков Я всегда конечно Выбираю яблочный сок Я тоже самое Да На самом деле Самый любимый сок Это яблочный Я всегда Когда хочу купить сок И стою в магазине Выбираю Всегда выбираю яблочный Ну и правильно На самом деле Он самый натуральный Ты знаешь Что из того Что продаётся У нас под видом сока 99% Это Фальсификация Там так или иначе Я услышал Что томатные и яблочные Самые натуральные Совершенно верно Томатные и яблочные Потому что томатные Там вопрос Как смысла Тоже нет особого Подделывать А яблочные Из яблочного Делают все Вишнёвые Сливы Виноградные Они как правило Делаются из яблочного С добавками Какого-то концентрата В лучшем случае А в худшем случае Ароматизатора Поэтому лучше брать Сразу же Яблочные Чтобы не обмануться Да и тем более Самый вкусный Вот так Спасибо большое Дорогой Олег Спасибо Максим Очень вкусно Спасибо Очень интересно Очень интересно Спасибо Дорогие друзья Монастырская кухня Была с вами Олег Робин Максим Сыжников Обязательно подписывайтесь На Монастырскую кухню Потому что с нами вкусно И с нами интересно Субтитры создавал DimaTorzok